Судачок с лосевнашки Игрунок А, красава Красава, пошел Всем привет Привет, друзья Меня зовут Гучин Кирилл Меня Александр Могилкин Собственно говоря, я приехал к Саше Он же Левша Иден На Чебоксарку И несколько дней мы здесь так немножко половили рыбку Дело в том, что рыбка более-менее как-то клюет Щука относительно активна Злые волжские рыбы Рвут червяков на части Просто прям со злости При этом на крючок не садятся Но разрывают вообще в хлам Судака мы нашли И судак, я бы сказал, такой пассивный Но при этом мы его очень неплохо половили и поймали Короче, весь прикол в том, что Здесь судак не просто стоит на 17 метрах Нет, он стоит у коряка Саша, я тебя убью, лодочник Ну так-то, да? Что бы нет? Опачки Вот он Судачок На крючок И родилась идея немножко рассказать Что и как мы делали, чтобы поймать вот именно такого судака То есть, дело в чем? Дело в том, что мы живем на базе Народ с рыбалок приезжает И как бы пустоку Успехов у них почти никаких нет Ну вот мы вчера разговаривали В общем так Особо не ловит никто Мы, кстати, луем То есть, в день у нас там 10, 12, 14 хвостиков Что для чебоксарки, в принципе, неплохо Более того, размеры хвостиков тоже так впечатляет Сашка, он вообще завалил трофея Не взвесили, но по скромным прикидкам 6 плюс Сильно плюс Сколько не знаю Поэтому, что мы решили? Мы решили поделиться, рассказать Как в условиях относительно плохого клева Найти судака А вот И главное, как его поймать Значит, начнем изначально с базовых условий Мы сейчас На чебоксарском хранилище У нас достаточно под нами большая глубина Но при этом не очень сильное течение То есть, реально мы ловим от 18 до 14, наверное, да? Меньше-то Ну, нет, да Меньше, нет До 10 вечером Вечером десятка была Вечером вот поймали 1 или 2 судачка на 10 Вот можно на этом рельефе встать И у него, видишь, какой рельеф интересный? Вот это срочно надо отметить Ну, явно, судачок или бершик? Если бершик, то хороший судачок, мелкий Ну-ка Он говорит Нет, кстати, нет Если это бершик Обычный судачок Нормальный судачок Вполне себе Все остальное 14-18 метров Причем самое интересное Что обычно люди, особенно на чебоксарке Не сильно любят уходить на такие глубины То есть, в свое время Лет 7-10 назад Многие мои друзья мне вообще говорили Гущин, забудь На чебоксарке судак глубже 10 не клюет И никогда его там не ловили Вот, видишь, коряга Я в лещи Вот она А вот судак На самом деле, все это фигня На самом деле, на глубине стоит хороший судак На глубине бывает и не очень хороший судак Просто надо понимать, где его искать Как его искать И на что его ловить Вот, значит, начнем Наверное, с как искать Сань, рассказываю тебе слово Ну, на самом деле Я немножко хочу добавить О том, что мы пробивали И малые глубины И свалы В поисках судака И судака нашли только на глубине За 15 Ну, за 14 В любом случае, когда Хочешь найти осеннего судака Сначала ищешь леща И мы покатались Нашли хорошие стаи леща Смотри, сколько леща стало Вот Вчера не было столько Нашли коряжки Рядом с лещом Что Необязательное Но Хорошее условие Для того, чтобы Поймать около стаи судака Можно, конечно, и без коряг Вокруг леща Но если коряжки Рядом с лещом имеются Или под лещом Это Ну Очень хорошее Засадное место Для судака Но я бы сказал Что при минимальной активности Вот если есть коряжка Он там Ну, он там, да Он сидит дома Коряжка Это его дом Вот Извинительное место Где Может быть Трофильный судак Видите Идет коряжка Вот мы видим ее В Эхолути И, кстати, за ней Вот перед ней Стоит рыба Вот это рыба Вот такие места Сразу обращайте внимание Это как раз тот вариант При котором Можно поймать Что-то хорошее Он оттуда вылезает Покушать иногда А иногда не вылезает Но если ему попасть Под морду В коряжке Он практически Обязательно схватит Но бывают случаи Когда он совсем пассивный И он не будет хватать Когда вообще клево нет Хотя он стоит И это доподлинно известно Вот Но в целом Если в коряжке Под нос туда попадешь Высокая вероятность Что он схватит Опять же статистика Вот этих вот дней Да Мы здесь вот два дня Ловили полных Сегодня третий Значит, за два дня Поимки не у коряг Были единичные То есть там Ну, наверное, хвостика Тричные Ну да Выходами было что-то Вот буквально там Да А основной Из коряг Поэтому, если хотите Все-таки Как бы Гарантированно Более-менее Ловить и поймать Ищите на глубине Либо коряги Либо второй вариант Перепады бровок Вот коряжник Под свалом Вот этот тоже Обрабатывается всегда Даже если рядом Нет бели Бывает залет На судах Здесь стоит Вот он, собственно говоря Вот такие места Смотреть надо всегда Кстати, рано утром Вставать не надо Клевет он не с 7 утра А не с рассвета Вот Вчера активность Во сколько у нас началась Часов? Ну, где-то к 9 Восемь Пол девятого, наверное Первые начались поимки Вот Позавчера мы пришли сюда Попозже Потому что мы пролазили Большой кусок акватории В поисках Нашли вот только здесь Именно так В количестве каком-то Смотрим Вот здесь у нас идет Стая бели Вот Коряжка Явно А вот под ней Стоит что-то более крупное 99% Что там присутствует Судак То есть Надо встать Примерно Перед этим местом И четко Отработать В эту стае бели Кстати Вот это Скорее всего Тоже пост Где-нибудь Здесь он будет стоять То есть Перед После Ну Спаков бывает Спаков Но сейчас никого не вижу Все Выходим на милях Здесь Этого уже нет И самое интересное Что вечернего клева Практически в это время А сегодня у нас 23 24 24 24 октября Вот в это время Вечернего клева Практически мы не обнаружим То есть Единичные поимки Совершенно Можно сказать Почти случайные Ну ядный Судачок Или бершик Если бершик То хороший Судачок Мелкий На-ка Нет Кстати Нет Если это бершик Обычный Судачок Возьмешь Ремни Взять К тебе Давай Бери Вот этого судачка Кирилл Гущин Назвал Бершиком Небольшим Потом Потом сказал Ну если судачок То небольшой А бершик большой Ну судачок Конечно небольшой Ну что это Ну да Вот Поэтому все Что у нас клюет У нас клюет Примерно часов До 11-12 Дальше Пауза И редкие Редкие поклевочки Чего-то Как-то То есть Это уже Несерьезные ловли Это уже там Ждать Может кто-то И клюнет Вот Днем Бершик Клюну Например Вот Поэтому Давайте не будем терять времени Мы сейчас сядем Пойдем И прям конкретно На структурнике Будем показывать Те места Которые Как бы Могут быть интересны При ловле Вот такого Глубинного судака Еще момент Немаловажный Очень немаловажный Потому что у нас есть Там любители Как бы ловить На разные веса Даже на большой глубине Чего хочу сказать Вот под нами Сейчас условно говоря Там От 14 до 18 метров Глубже здесь Просто нет Не сильно церемонтить С весом грузголовок То есть У меня стоит Полтинник Это при том Что течение Здесь не Дюж сильно То есть У него здесь Не то что нет Но оно слабенькое Такое У Саши стоит 44 Но у него плетенка Чуть потоньше Чем моя Вот То есть Не надо думать Что если вы Максимально Переоблегчитесь И будете там Ждать долго 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 Каждое падение Будет что-то Как бы лучше Не всегда По моей практике Зачастую наоборот Чуть Небольшое Переоблегчение Способствует Более Активным Поклевкам Судака Если у вас Большого выбора Нет Вы стоите на коряге Знаете Что судак есть Вы можете Как переоблегчиться Так и переутяжелиться Ради эксперимента И возможно Это сработает Но в целом В среднем Лучше Чем быстрее Падает головка Тем Быстрее Вы облавливаете Точку ловли И можете сместиться На другую Поэтому Экономия времени Элементарная Выход судака Не очень большой Лучше Поэтому ставить Изначально потяжелее И еще момент Отслеживайте Местонахождение Белой рыбы То есть Судак Бывает Как под лещом Так и с боков Перед После То есть Не надо Впираться В стае леща И пытаться Там его поймать Не стоит Обычно Мы от стаи леща Отходим Метров на 20 25 Вот И начинаем Уже работать Практически До момента Пока у нас Есть ощущение Что леска Вертикально внизу На самом деле Это не так Потому что Глубина 16 метров 18 метров Вот И если даже Вот такой Небольшой угол Это уже Автоматом Не дошла Дистанция Забрасывать Далеко Не нужно Примерно 40-50 метров Это максимальная Дистанция Заброса Как бы не хотелось Обловить Больше Акваторию Но вот У нас Не работает Оно может быть Конечно Только сейчас Но вообще По статистике Глубинной Это надо учитывать Если идет Облов коряжек Все таки Как цель Рыбалки Облов коряжек И когда судак Стоит в корягах Тогда именно Короткие Целевые забросы Чтобы попасть На коряжку Так Мы там цепляли На выбросе коряжки Регулярно Цепляли Ни одной покрывки Цепляли Там рыбы не было Правильно Леща Леща там не было Была Не клюнуло Короче Далеко Не клюет И я думаю Что не только у нас Дальше По приманкам Пробовали резину Пробовали поролон Поролон сейчас выигрывает Скорее всего Потому что судак Не сильно активный И ему надо чего-то Что не будет Активно работать Хвостом Перешли на Вообще черви Вот То есть сначала Нам ловили На аниматоры Перешли вот на Узкий поролон черви Вот по Результативности Он пока номер один Ну С длиной червя Особо мельчить не надо То есть вот это Вот двенашка У нас обычно 12-14 Еще под руку Попадет Потому что разницы Большую мы не заметили Ставили 10 Он уже маленький Совсем на него Уже таких Вот такого количества Поклевок нет И больше мелочь Соблазняется Я больше был 14 сантиметров Поэтому действительно Не надо мельчить С размером поролона Вот Если ставить Именно узкий поролон То лучше Вот в размере 12-14 Может быть даже 16 Ну это У нас 16-х нету Поэтому Мы ловим на 12-14 Сантиметров Короче Базово информацию дали Кому интересно запомнить А теперь мы просто Сейчас все это покажем На экране Так Поехали Сейчас как раз Найдем стайку И попробуем Что-нибудь В данном случае У нас имеется Продольная яма Метров Наверное 200 длиной Именно с Глубиной 16-17 метров И вот Чтобы найти В этой яме Рыбу Быстро Эффективно Максимально И выставиться По отношению К лещу Там уже Или по отношению К коряжке Правильно Мы начинаем Изучать яму Ходить зигзагами От одного края К другому Заходя на Мелководный Ну относительно 10 метров Здесь уже получается Более мелководный Участок Чем русло Основное То есть Мы заходим И сюда На 10 метров И сюда На 10 метров Один край Более пологий Другой Более крутой Когда мы Идем поперек Ямы Мы лучше Видим Рассматриваем Свалы Если мы будем Идти вдоль Свала Мы его так Не увидим Хорошо Как Проходя его Поперек Поэтому Смотри Рыбка Переблю Вот рыба И вот так Она отображается В охолоне Вот это Ребята Судак И очень Хороший Судак То есть Для того Чтобы Наиболее Хорошо Рассмотреть Рельеф Дна Лучше Ходить Зигзагами А когда Вы нашли Интересные Точки И Совет Есть такой Если даже Вы пользуетесь Простым Эхолотом Имейте с собой Еще навигатор Ручной Хотя бы Ну или в телефоне Навигацию Поставили Поставили точку И потом Вы по отношению К этой точке Можете выставиться Уже более точно Обязательно Надо учитывать Направление ветра Потому что Особенно Если вы встаете На якоре С веревкой Вас будет И качать Ветром Туда-сюда И Ну Отнесет От ожидаемой Вами точки Поэтому Лучше Пользуйтесь Навигатором И отмечайте Коряжки Начало Стая Конец Стая Леща К примеру Это поможет Вам правильно Выставиться И Поймать Заветный Трофей А еще Лучше Два поплавка Грузила Какого-нибудь Сверху Бутылка Чтобы четко Отмечать Вот эти вот Зоны Потому что На самом деле Когда вы ловите На якоре А тем более На глубе Там 15-17 метров Вот У вас все равно Ветер течения Если оно есть Будет таскать То есть Привязаться К определенной Коряжке Будет очень И очень тяжело Что обычно В этом случае Делается Значит На саму коряжку Кидается Вот такой поплавок Или там Около Нигде Как кому удобнее Вот И уже тогда Четко У вас есть Ориентир Куда кидать Как проводить Ну и собственно Говоря Это сильно Увеличит Шансы на успех Потому что Без Скажем так Современного Поискового оборудования Типа там Айпилота Стоя на якоре На большой глубине Попасть в коряжку Которая находится Даже на дистанции 20 метров Но очень тяжело Очень тяжело И только И случая Очень интересная Коряжка И с рыбой наверху Над которой Стоит рыбешка На обычном Охолоте Ее видно плохо Но Нет Видно Почему Вот видите Черное Сверху Вот это вот рыба То есть Не смотрите Что это кучка Маленьких точек Нет Это на самом деле Одна рыба И это не маленький Представитель То есть Видно Видно Что Когда Над Какими-то Объектами На обычном Охолоте Есть Утолщение Темной полосы Как правило Это Что-то Вот Похожее На рыбу Вот он Свальчик Вот здесь Стоит Беляшка Видите Вот это Некрупная рыба Это просто Небольшая Кормовая рыбка В стола Она нас Сейчас сильно Интересует Потому что Скопление стаи Слишком маленькое Вот идем дальше 14 Сейчас глубина Будет туда Сюда Скакать Чуть Чуть Вот 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 Что мы ищем Это не лещ Это что-то Белое Небольшое Там какая-нибудь Густера Наверное Скорее всего Да Потому что Лещ он Светлыми Яркими Большими Пятнами На самом деле Мы идем Это густера Скорее Над свалом Нам надо Уходить Глубже Значит Густая Густеры Стоит На свале Но рядом Пастухов Мы не видим И сам Объект Не сильно интересен Крупному судаку А вот это уже Интереснее Смотрите На экране Их холода Мы видим Вот это вот Стоят три судака А структура Четко показывает Что вот здесь вот Стоят Крупная рыба И скорее всего Это судак Видите Всех холода Разные Вот судак Сто процентов Опять же Видите Какая-то коряжка И вот Перед ним Четко видна рыба Да и после Похожа Вот эта тоже рыба А дальше Ее опять подъем И это уже Пошел в свал Это мы вышли Туда О чем Это на самом деле Говорит О том Что рыба Стоит не просто По центру Яма Какой-то Она стоит Под свал И в том числе То есть Ищем бель Ищем Не обязательно Центр там Глубины А ищем Какой-то свал На большой глубине И там мы тоже Найдем рыбу Поклевки у нас и были И там тоже Вот именно Под свалом Вот очень интересное место Вот так На структурник Это выражается Свалок То есть Идет изменение Скажем так Глубины И вот структурник Его цепляет Ну Собственно говоря Все Мы выставляемся Тем более Вот у нас Очень интересное место Вот вроде бы Небольшая корешка А вокруг нее Судачки вьются Вот Значит Коротко скажем О снастях Значит Если мы хотим Ловить уверенно Судака И немаленького судака Спинник должен быть Достаточно жестким То есть Вот Саша использует Спинник с тестом До 52 У меня вообще До 75 грамм Вот Ничего Не потому Что у нас будут Особо дико тяжелые веса То есть Полтинник максимум Ну во-первых Размер резины Может варьироваться Иногда по осне Нужна крупная приманка Резина или фролон А во-вторых Самое главное Жесткий спинник Гораздо легче Просекает Клыкастую Костистую Пасть судака С мягким спинником Ребята Вы Особенно На такой глубине С такими весами В принципе Не пресечете ничего Если у вас Какой-нибудь А-ля Там Услово Мягенькая Мягенькая палочка Даже С 40 Забудьте Как бы нормально Подсекать У вас Не получится И более того С нормальной Приводить через коряги Не получится Спинник для судаковой Ловли на глубине Да, собственно говоря И не на глубине Должен быть Жестким Ну что Ловим Погнали Все Встал О И вот она Наша беля Красавчик Бодренький Поклевочка Уверенная Такая Бам Вот Судак Почелся Берш Он Неплохой Берш На Кастомную Приманку Ловит Да Хорош Червячок Сколько Садень Денаш Денадцатый Сегодня Что-то Явно Судачок Поинтереснее Проскакивает Хорошо Держу 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 Убьешь Убьешь Так Фоточку Зачет Очень Зачет Это Прям Вот Зачет Зачет Прям Возьму Вот Давай Вот Это Вот Это Да Вот За ними Мы сюда И ехали Прямо Красавчик Красавчик Уверенный Пятерочка Уверенная Почта Сейчас Мы его Освободим Аккуратненько Отпустим Готов Да Красава Красава Пошел О Далее И С